Добрый день, коллеги, доброе утро. У меня доклад про российское законодательство, про то, куда оно движется, чем мы занимаемся. Давайте, наверное, начну на полшага назад. Есть у нас небезызвестная национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». И в рамках этой национальной программы есть федеральный проект. Являюсь администратором этого федерального проекта. Не секрет, что технологии у нас движутся вперед, законодательство, как всегда, отстает. Федеральный проект был задуман как инструмент, в котором будут аккумулированы мероприятия нормативного характера, которые позволят нивелировать это отставание законодательства и как-то продвинуть нас всех с нормативной точки зрения в цифровую эпоху. Но вот с 2019 года много чего удалось сделать. Многое и не удалось пока еще сделать. Но вот из того, что сделано, небезызвестный закон о цифровых финансовых активах был принят. Я так понимаю, сегодня тоже он будет обсуждаться. Начат эксперимент по электронному кадровому документу обороту. Законодательство о краудфандинговых площадках было реализовано. Было введено понятие смарт-контрактов. Но это как общее представление цифровизован в отдельной мере нотариат. Сейчас планируется для включения в паспорт федерального проекта ряд мероприятий, связанных с цифровизацией адвокатской деятельности. Но это то, чем занимаемся мы в рамках федерального проекта. Теперь, собственно, про конкретное мероприятие этого федерального проекта, про цифровизацию документа оборота, скажем так, в широком смысле. Но, наверное, выступать на этой площадке в поддержку электронного документа оборота странно. Но, наверное, все-таки нужно озвучить эту проблематику. Сейчас все технические возможности для полностью электронного документа оборота есть. Есть технические возможности для обеспечения аутентичности документов, электронных дубликатов. Тем не менее, законодательство у нас по-прежнему, в общем и целом, это не секрет, оно исходит из приоритета бумажных документов. Есть законодательство об архивном хранении. Все мы знаем, что ряд документов, прежде всего кадровые документы, ряд других документов, которые должны предъявляться в рамках судебных споров, в рамках тех или иных проверочных мероприятий, эти документы должны храниться по-прежнему на бумаге, значительные сроки. И фактически сейчас нет легальной процедуры, когда мы можем создать некий электронный дубликат бумажного носителя и сказать, что вот этот электронный дубликат в полной мере наследует всю юридическую значимость документа. А от бумаги, соответственно, мы можем избавиться, не хранить ее. А хранение бумаги – это не такое безобидное занятие. В рамках нашей деятельности такие цифры нам удалось получить. Это колоссальные сдержки для государства, это колоссальные сдержки для бизнеса. И действительно, как было сказано, уже не первый год эта проблема поднимается. Все мы, конечно, должны двигаться к тому, чтобы у нас были полностью электронные хранилища для большинства документов. И не тратили мы с вами деньги на стеллажи, на аренду помещений где-то. Безусловно, мы должны двигаться в эту сторону. Речь идет, конечно, не только о деньгах. Речь идет и о оперативности, о скорости тех или иных процессов. Безусловно, работа с электронным документом существенно быстрее, существенно удобнее, чем работа с бумажными документами. Ну и в конце концов, как это не пафосно звучит, только электронный документ – это тот документ, с которым можно работать в цифровой экономике. Без электронной информации, без электронных документов нет работы с данными, нет построения аналитики. Бумажные документы, естественно, для этого непригодны. Постарались мы совместно с экспертным сообществом, совместно с ФНС, с Минцифрой к этой проблеме подступиться. Поставили в прошлом году несколько задач. Задача первая – обеспечить возможность создания юридически значимого электронного дубликата, который бы полностью наследовал всю юридическую значимость бумажного оригинала и который мог бы храниться с точки зрения всего законодательства об архивном хранении. Вы знаете, что, как правило, практически любые документы у нас должны долгое время храниться, для того, чтобы впоследствии предъявлять в тех или иных разбирательствах, но и с точки зрения архивной важности, с точки зрения государственной важности таких документов в будущем. Поэтому, на наш взгляд, необходимо было решить проблему долгосрочного хранения таких документов, как с точки зрения юридической, так и с точки зрения технической. Следующая проблема – это проблема юридического наследования всей значимости документа, созданного в электронном виде первоначально и впоследствии конвертированного в другой формат. Тоже технически это не представляет никаких трудностей, но юридически весьма спорной является юридическая значимость документа, который был сконвертирован, и, соответственно, у одной стороны правоотношения этот документ в одном формате, причем это может быть формат как человека читаемый, так и может быть формат XML, и юридически возникает много вопросов. Вот этот документ конвертированный, он равнозначен тому документу, который был создан первоначально в электронном формате. Ну и как неким итогом, как, наверное, самым животрепещущим запросом бизнеса является сокращение сроков хранения документов на бумаге, когда вот от всех этих огромных стеллажей, которые генерируют издержки, которые были там на одном из слайдов, несколько миллионов, несколько десятков миллионов рублей в год, которые несут и кредитные организации, операторы связи, страховые компании, ну практически любой бизнес. Такие задачи мы перед собой поставили, но расскажу о некоторых подходах, которые мы заложили в проект федерального закона. Постарались урегулировать все случаи, когда такая деятельность может осуществляться. Безусловно, мы не пытаемся ограничить обычных участников рынка в том, чтобы со своими документами они так поступали. Возникает ряд вопросов, и пока эти вопросы были решены скорее с точки зрения приоритета безопасности, когда документ, имеющий несколько подписей, то есть несколько обладателей, у нас может переводиться в электронный формат только с согласием всех таких правовладателей. Наверное, я здесь отмечу сразу, потому что может неверное впечатление создаться. Мы сейчас говорим только о создании дубликатов и о хранении документов с целью сохранения их юридической значимости. Отсканировать документ, хранить на компьютере – это, пожалуйста, никто это не запрещает. И, в общем-то, такой проблемы, без слова, никакой нет. Мы говорим, скорее, конечно, о юридической плоскости. Для ряда случаев, когда у нас затруднительно вторую сторону правоотношений либо найти, либо убедить в том, что нужно избавляться от бумаги, но это особенно актуально для согласия на обработку персональных данных, для различных договоров, было принято согласованное решение о введении нового участника правоотношений, нового субъекта рынка, который будет получать соответствующую лицензию и на профессиональной осмой смогут осуществлять эту деятельность по созданию дубликатов, конвертации и хранению документов. На наш взгляд, это, наверное, не будут какие-то совсем новые сущности. Скорее всего, это будут те же операторы электронного документа оборота, может быть, удостоверяющие центры захотят заниматься такой деятельностью. Но, на наш взгляд, такой рынок должен быть тоже создан. Для наиболее крупных, для наиболее системно значимых участников рынка, а также для некоторых участников рынка, где есть определенные особенности, было принято решение дать им все права по созданию дубликатов без согласия второй стороны, но с соблюдением ряда технических процедур, безусловно, и непосредственно в отраслевых законах этих участников рынка обозначить. На данный момент это кредитная организация, страховые компании, операторы связи, ряд других организаций. Несколько слов про те требования, которые предъявляются. Я скажу сразу, что это требования, которые сейчас указаны в существующей редакции законопроекта, а не в конце скажу про судьбу законопроекта, но это та редакция законопроекта, которая сейчас находится в Государственной Думе. В прошлом году законопроект был разработан, одобрен правительством, внесен в Государственную Думу, немножко не успели принять его в первом чтении. Надеемся, что в октябре пройдет первое чтение. Требования технические, наверное, не вызывают они каких-то вопросов с точки зрения именно технического обеспечения, юридической значимости этих документов. Соответственно, требования к конвертации. Наверное, сразу скажу, что планируем ко второму чтению, это тоже уже согласованная позиция, для физических лиц, помимо УКЭПа, реализовать возможность подписания УНЭП, формируемой в системе ЕСЕ. И, соответственно, требования к хранению документов, согласованные с Росархивом. Планируем, что они будут в полном объеме удовлетворять требованиям к долговременному хранению. Несколько примеров документов, которые сейчас генерируют основной объем издержек, которые требуют наибольших сроков хранения и которые, соответственно, можно будет теперь, если они были первоначально созданы в бумаге, перевести в электронный вид, хранить в электронном виде, от бумаги избавиться. Несколько слов о дальнейших наших действиях. Как я уже сказал, законопроект внесен в Государственную Думу. На первом слайде был номер законопроекта. Всем, кто интересуется, можно будет его посмотреть, прочитать. Сейчас мы подготовили поправки ко второму чтению. В ближайшее время направим их на согласование ФНС, в Минцифру, в Банк России, в ФСБ. Поправки готовились с учетом тех предложений, которые были высказаны коллегами, безусловно, профессиональному сообществу. Юрий Малинин, наверное, уже уехал. С коллегами взаимодействуем, тоже покажем и надеемся на обратную связь. Из наиболее принципиальных поправок, которые планируются ко второму чтению, это базовые подходы к регулированию деятельности операторов электронного документа оборота. Это предложение ФНС. Коллеги видят большой потенциал в том, чтобы решить ряд проблем, назревших в этой сфере. Базово будет закреплена возможность, даже не возможность, а первичная обязательность оформления целого ряда первичных учетных документов в электронном виде сразу. Потому что понятно, что модель, когда мы сначала создали все документы в бумаге, а потом начинаем переводить их в электронный вид, наверное, не самая оптимальная, долгосрочная. Конечно же, целевая модель должна предусматривать, что любые документы первоначально мы имеем возможность оформлять в электронном виде, если обе стороны правоотношения на это согласны, если у государственного органа есть возможности по принятию таких документов в электронном виде, ну а, соответственно, у обладателя документов возможность по их оформлению. И ко второму чтению мы планируем для целого ряда документов, где сейчас есть уже некий профессиональный и государственный консенсус, создать условия для их первоначального создания в электронном виде. Ну и те процедуры, которые мы сейчас предусмотрели, еще раз, наверное, скажу, что они были скорее... был поставлен в приоритет вопрос безопасности. Думаем над тем, как эти процедуры все-таки упростить, и опять же ряд таких упрощающих поправок будет внесен. В общем и целом у меня все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ